Принтер L800 Готовим устройство к работе. Снимаем транспортировочный скотч и защитную пленку. Открываем лоток для подачи бумаги на печать и лоток приема отпечатков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Снимаем скотч, который удерживает каретку картриджа. Придерживая крышку резервуара, снимаем транспортировочный скотч. Двумя руками и движением вверх снимаем резервуары с крепления и переводим их в заправочное горизонтальное положение. Открываем отсеки для черни, сняв силиконовые заглушки с больших отверстий. На контейнере, поставляемом компанией Epson, идет код активации черни. Снимаем с контейнера упаковочную пленку и открываем носик для заправки чернил. Заправляем резервуары чернилами соответствующего цвета. После заправки всех резервуаров чернилами закрываем все отверстия и переводим их в рабочее вертикальное положение. Одеваем их на крепление. Переключатель, находящийся с лицевой стороны резервуаров, предохраняет от утечки чернил. Переводим его в положение для печати, повернув по часовой стрелке на 180 градусов. Подключаем принтер к электросети и к компьютеру. Устанавливаем драйвер со специального диска, поставляемого с принтером. В появившемся окне по инструкции вводим код чернил, указанный на контейнере. После активации кода, принтер начинает прокачку чернил в печатную голову. Это займет около 20 минут. После этого можно печатать. При покупке принтера L800 в компании Ink System вы получаете в подарок карточку с кодом активации. При покупке комплекта чернил идет карточка с тремя кодами. При покупке литрового комплекта чернил идет карточка с 10 кодами. Для транспортировки принтера L800 нужно перевести резервуар в горизонтальное положение. Специальными заглушками закрываем маленькие отверстия в верхней части резервуара. Устанавливаем емкости в рабочее положение и переводим переключатель в положение для транспортировки, повернув его против часовой стрелки на 180 градусов. Сравним качество и скорость печати L800 и T50. Устройство практически идентично. Epson L800 как и Epson T50 имеют шестицветную систему печати. Тот и другой принтер используют водорастворимые чернины. Устройство имеет одинаковое разрешение 5760 на 1440 пикселей. Epson L800 как и T50 имеет один и тот же минимальный размер капли – 1,5 пиколинера. Производитель предоставляет на Epson T50 гарантию на год, в то время как L800 защищен гарантией всего на полгода или даже меньше, если вы напечатаете 3000 отпечатков. Модель L800 весит почти на килограмм больше, чем T50. Стоит новый L800 в 2,5 или 3 раза дороже проверенного Epson T50. По экономичности печати Epson L800 выигрывает у своего предшественника T50, печатающего на картридже, так как за литр чернил придется отдать более 1000 долларов, тогда как литр аналогичных чернил для L800 стоит около 200 долларов. Но ситуация меняется, если использовать S&PCH от компании Inksystem. Чернила данной торговой марки стоят значительно дешевле, чем чернила от Epson. В итоге литр чернил обойдется максимум в 30 долларов. S&PCH торговой марки Inksystem можно приобрести всего от 50 до 100 долларов. Уровень чернил у T50 сбрасывается нажатием всего одной кнопки, а при работе с L800 этим занимается программа. Для замены чернил T50 остановится через 20 фотографий формата А4, а L800 после печати 200 таких же фото. Принтер T50 поддерживает операционные системы Macintosh, Windows, а также Linux, в то время как L800 дружит только с операционной системой Windows, но Mac и Linux не печатает. Таким образом, более удобный, надежный, экономичный вариант для печати это Epson T50 с S&PCH от компании Inksystem. Выбирайте разумную экономию.